Санкционная удавка продолжает затягиваться. Так, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт грузовиков, самосвалов и бульдозеров на территорию России. Самой заметной потерей для наших перевозчиков станут бескапотные среднетоннажники от марок Хина и Фуса. Они успели полюбиться российским ритейлерам как универсальный инструмент для доставки товаров внутри города. Между тем, в Московской области планировалось запустить собственный завод Хина. Там хотели делать грузовики полной массой до 18 тонн. Вот только теперь почти готовый конвейер мощностью 2000 машин ежегодно придется заморозить. Производством техники Фуса занималось совместное предприятие ДК Рус, расположенное на территории КамАЗа. Эта площадка замерла еще ранней весной. Очевидно, что прямой заменой ушедшим японцам в первую очередь станут бескапотники Hyundai, а также российские Gasvaldinex и КамАЗ Compass. В сегменте тяжелых грузовиков техника японских брендов не играла заметной роли. А вот на стройках бульдозеры, экскаваторы и даже шарнирно-сочлененные самосвалы марок Hitachi и КамАЦу встречались часто. КамАЦу даже запустило производство экскаваторов и землевозов. С 2010 года предприятие, расположенное под Ярославлем, смогло собрать больше 5000 землеройных машин. И это действительно много. В свою очередь в Твери делали экскаваторы Hitachi среднего размера, то есть эксплуатационной массой 20-30 тонн. При этом Hitachi настоящий ветеран нашего рынка. Его представительство было открыто во времена СССР в 1982 году. Власти Литвы опубликовали перечень товаров, которые запрещено перевозить из Калининградской области на территорию России через Литву. В нем, кроме прочего, есть транспортные средства, включая коммерческий транспорт различного назначения. В первую очередь под ограничения попала грузовая номенклатура завода «Автоторг», который выпускал немалую часть среднетоннажников марки Hyundai. Кроме того, в Калининграде работает производитель прицепов, полуприцепов и надстроек «Грюнвальд». В итоге ввести из России в Россию Комтранс «Грюнвальда» и «Хёнде» теперь можно только морем, обходя Литву, Латвию и Эстонию.